Число российских спортсменов, допущенных к Олимпиаде в Бразилии, может увеличиться. В большинстве видов спорта наши атлеты будут выступать в полном составе, и это решение МОК огласил минувшим вечером. И вот сегодня стало известно, спортивный арбитражный суд отменил требования, согласно которому в состав российской сборной не могли быть включены те, кто когда-либо в своей карьере был улечен в применении допинга и отбывал за это дисквалификацию. Тогда бы получалось, что спортсмена наказывают за одно и то же дважды, а это незаконно и несправедливо. Так что теперь шанс выступить на Олимпиаде получили в частности наши грекцы, Иван Подшивалов и Анастасия Корабельщикова, пловчиха Юлия Ефимова и еще несколько спортсменов. Но окончательное решение опять же за спецкомиссией МОК. Из Бразилии репортаж Антона Вольского. Юлия Ефимова признается, что прошедшие месяцы были самыми сложными в ее жизни. Такого эмоционального напряжения не было ни перед одними соревнованиями. Даже на радость сил уже не осталось. Я замучилась. Вы понимаете, сколько это все длилось. До самого последнего это все тянули. Сил мало, но злости много. У меня получается, в принципе, с самого февраля, как это все объявили, и оно шло, потом сказали все, все опровергли, оправдали меня, все нормально, едешь, потом не едешь, потом опять едешь, потом не едешь. И вот до сих пор, то есть уже все, завтра начинаются Олимпийские игры, а мне сегодня вечером сказали, что я еду. Но это издевательство, конечно, за рамки просто выходящего. Вот кадры первой тренировки Юлии Ефимовой в Рио-де-Жанейро. Пока арбитражный суд тянул с ответом, спортсменка не теряла времени. Нашла бассейн и начала тренироваться. Но уже сегодня она переезжает в Олимпийскую деревню. Первое соревнование в это воскресенье. Допуск российской чемпионки стал возможен после того, как накануне поздно вечером спортивный арбитражный суд признал незаконным решение МОК, а так называемой двойной ответственности российских спортсменов. Согласно этому требованию от Олимпиады отстранялись те атлеты, которые хоть раз попадались на допинге. Это не только Юлия Ефимова, но и борец Виктор Лебедев, а также еще порядка десяти атлетов из разных видов спорта, которые теперь благодаря созданному прецеденту получили надежду на то, чтобы выступить в Рио. Впрочем, всех оправданных судом еще должна утвердить специальная комиссия МОК. Но уже сейчас можно сказать, что у нашей сборной наконец появился повод для радости. Ведь введенное правило двойной ответственности было откровенно дискриминационным, направленным только на российских спортсменов. Атлеты из других стран с погашенными дисквалификациями были допущены до игр. Сегодняшний результат вы расцениваете как победу? Я считаю, что это очень хорошо, что большинство наших спортсменов, большинство наших команд, в большинстве видов спорта смогут принять участие в Олимпиаде практически полными составами. Это очень хорошо. И то, что наши спортсмены прошли вот такую дополнительную проверку. В общей сложности российская сборная на Олимпиаде теперь состоит из 271 человека. Без потерь в полном составе на играх будут представлены команды по бадминтону, боксу, велоспорт горный и BMX, женская сборная по водному полу и гандболу, волейбол, гольф, грибной слалом, дзюдо, конный и парусный спорт, настольный теннис, прыжки в воду и на батуте, синхронное плавание, женская команда по вольной игре к римской борьбе, спортивная гимнастика, стрельба стендовая, пулевая и из лука, теннис, триатлон, тэквондо, фехтование и художественная гимнастика. Наибольшие потери понесла легкая атлетика. Там из всей сборной допущена только прыгунья Дарья Клишина. Затем идет академическая гребля. 4 из 28 спортсменов, 8 из 14 гребцов на каяках и каноэ. В велоспорте на треке 4 из 9 спортсменов и в пятиборье допущены 3 из 4. От общего числа заявленного первоначально состава наша сборная потеряла почти треть. Но все-таки попала на Олимпиаду, несмотря на громкие голоса в МОК, призывавшие полностью отстранить нашу сборную. Ни одна команда здесь на Олимпиаде в Рио не проверяла так тщательно, как российская. На сегодняшний день, я думаю, что нет более чистой и так сильно проверенной команды, как российская. Обнадеживающие новости о нашей сборной стали лучшим подарком на открытие российского дома болельщиков. Здесь теперь будут честовать наших спортсменов, которые, несмотря ни на что, выступят на играх в Рио. Теперь олимпийский принцип важна не победа, а участие актуален как никогда. Хотелось бы пожелать забыть все вот эти перипетии, борьбы с допингом и просто выступить хорошо и подарить нашим болельщикам много приятных минут. Целей по медалям нет? Нет, мы никаких целей по медалям, конечно же, не ставили и не ставили. Российский дом болельщика будет открыт теперь каждый день, вплоть до самого последнего дня Олимпиады. Расположен он в самом центре Рио-де-Жанейро на знаменитой набережной Копа-Кабана. И хочется верить, что это место в ближайшие две с небольшим недели станет центром хороших новостей. Антон Вольский, Юлия Заграничного, Дмитрий Волков, Первый канал, Рио-де-Жанейро. Ну что ж, до открытия летних игр в Бразилии остается совсем немного. Старт Олимпиаде даст красочная церемония и зажжение огня. Все это покажет Первый канал. Смотрите завтра в 10.15 по московскому времени.